Южноуральские школьники начали менять города, реставрируют памятники, строят спортивные площадки и создают новые скверы. Дети сами разрабатывают проекты и ищут деньги на реализацию. Кто уже получил финансирование и от кого, расскажет Константин Гришенков. Сейчас много чего не хватает. Вот, например, вот здесь просто пусто, три столба. Хотелось бы, чтобы тут было больше разных спортивных снарядов. Сетка на воротах вся в дырах. От волейбольной площадки остались лишь покосившиеся столбы. Исправить положение спортплощадки взялись два школьника. Кирилл и Дима стали участниками конкурса «Измени город к лучшему». Придумали, как должен выглядеть стадион, какие требуются снаряды, изложили идеи в стихах. И позвали младших товарищей помочь с презентацией проекта. Пусть нам стойки установят, чтобы в баскетбол играть. Нам тоже, конечно, нужно мышцы, чтобы тренировать. Нам не справиться одни. Осуществить мечту детям поможет русская медная компания, которая и организовала конкурс. Первыми свои проекты защищают каштымские школьники. Одни предлагают разбить сад у школы, другие – отремонтировать актовый зал. Третьи – научить старшее поколение пользоваться компьютерами. Жюри – глава города, депутаты и вице-президент РМК Анна Шабарова. Мне кажется, немножечко занижены цены. Это действительно так? Рассчитываем на помощь родителей и помощь штатного школьного электрика. По итогам конкурса победителя оказалось два. 250 тысяч рублей от РМК на обновление спортивной площадки получают Кирилл и Дима из 10-й школы. Второй проект поддержала администрация Кыштыма. Ученица первой школы Варвара Архипова установила мемориальную доску в честь известного горного инженера. Конкурс «Измени город к лучшему» проходит в шести городах области. Больше всего проектов представили школьники Карабаша. Здесь тоже оказалось два победителя. На муниципальные средства будет отреставрирован памятник 96-ти карабашским рабочим. А РМК поможет организовать сквер здоровья. Разбить его планируется возле центральной больницы. Сейчас мы явно видим немножко превышение сметы. И, конечно, мы пойдем на ее увеличение, разумное, так скажем, увеличение, чтобы проект получил свое продолжение. Все проекты победителей будут реализованы до конца года. Следующими защищать свои работы будут школьники из Коркина, поселка Томинского, Варны и Картолов. Константин Гришенков, Маргарита Хижняк, ОТВ.